Войная обстановка в Сирии 11 сентября 2018 года. Сирийские ВВС и российские ВКС продолжают интенсивные авиадары по целям боевиков в провинциях Идлиб и Латакия. По данным местных источников, основная цель ударов вооруженных сил была нанести по позициям боевиков вблизи Ханшанхуна, Кафазиты и Альнатамих. Артиллерийские орудия и ракетные установки сирийской армии применяются вдоль линии соприкосновения. Ситуация остается напряженной, однако правительственные силы еще не начали наземное наступление, несмотря на заявления некоторых проправительственных СМИ о том, что наступательная операция уже проводится. 8 сентября возглавляемая США коалиция использовала фосфорные бомбы для нанесения удара по деревне Гаджин, удерживаемой ИГИЛ в сирийской провинции Деразор. Сообщил 10 сентября начальник Российского центра примирения противоборствующих сторон Владимир Савченко. Согласно заявлению, удар нанесли два боевых самолета F-15 ВВС США. В отдельном заявлении представитель Пентагона Шон Роберсон опроверг это, добавив, что ни одна из воинских частей в районе не оснащена фосфорными боеприпасами. Между тем, The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что президент Сирии Башард Асад одобрил использование хлора в наступлении против удерживаемой боевиками части провинции Идлиб и близлежащих районов. Газета также в очередной раз заявила со ссылкой на анонимные источники, что президент США Дональд Трамп угрожал начать массированную атаку на объекты дамасского правительства в случае, если сирийские силы осуществят резню в Идлибе. Он также добавил, что американские военные сейчас рассматривают силовые варианты в Сирии, но президент Трамп пока не принял окончательного решения. Этот доклад, а также многочисленные предыдущие заявления мировых СМИ и западных дипломатов являются частью продолжающейся пропагандистской кампании, призванной оправдать попытки возглавляемого США блока зачатить последний крупный опорный пункт террористов в Сирии. Интересно, что большинство комментаторов забывают указать, что главной оппозиционной силой в Идлибе является Хайта Хрирашам, международная признанная террористическая группировка и бывшее официальное крыло Аль-Каиды. В то же время YouTube запретил ряд сирийских государственных и проправительственных каналов, в том числе принадлежащих Сирийскому министерству обороны и государственному информационному агентству САНа. Причина заключается в том, что эти учетные записи якобы нарушают условия использования YouTube. Этот шаг можно рассматривать как еще одну попытку избавиться от правдивой информации о продолжающемся конфликте. Некоторые сирийские эксперты также утверждают, что это еще один признак подготовки к инсценировке химической атаки в Идлибе, а затем военного удара США по сирийским правительственным войскам. Субтитры создавал DimaTorzok